Парламентарии Госдумы встали на защиту ипотечных заемщиков. Депутаты намерены запретить работодателям увольнять сотрудников, которые выплачивают ипотеку за первое жилье. Оставить должника без работы, по их мнению, нельзя ни при сокращении штатов кризис, ни по причине недостаточной квалификации. Учитывая сложную экономическую обстановку в нашей стране и массовые сокращения на предприятиях и организациях, целесообразно законодательно защитить данную категорию жителей и ограничить основания для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Пока проект еще только внесли в Думу на рассмотрение, но весть о том уже вызвала много шумихи и нареканий. В первую очередь у работодателей. Многие сочли инициативу у депутатов более чем абсурдной. Если он работать перестал. И как вот с такими? Он взял ипотеку, что я ему буду ходить, у тебя же ипотека, работа дорогой, да? Ну это же глупо. В подчинении Елены Швидко более 30 сотрудников. Есть те, кто уже влез в ипотеку или еще только собираются брать. Андрей Сотников один из них. Но менеджер по продажам к идее парламентария, в котором, казалось бы, она в помощь, отнесся неоднозначно. Какой-то груз ответственности уже как бы с плечей скидывается. И ты уже, ну может быть, на подсознательном уровне... Ты думаешь про халтур? Да, да, да. На подсознательном уровне ты как бы думаешь, а что, все равно мне будет зарплату платить, да? Все равно как бы я тут буду сидеть. Я думаю, этого не будет. Если же законопроект все-таки будет принят, некоторые эксперты предрекают даже рекордный взлет ипотеки. Хотя в трудинспекции не понимают, зачем листь долги, чтобы сохранить работу. Права трудящихся сегодня и так неплохо защищены. В пример озвучивают целый список категорий, граждан которых уволить просто так не могут. Это работники с детьми, ветераны Великой Отечественной, сотрудники, получившие на производстве травму или профессиональное заболевание. При взятии ипотеки каждый гражданин должен оценивать свои риски, с которыми он сталкивается. В гражданском законодательстве существуют многие параметры, многие системы страхования. И смешивать их с трудовым законодательством, на мой взгляд, на мой личный взгляд, в принципе, нет смысла. Будет ли новый законопроект принят или нет, покажет время. Но оренбургские работодатели против такой защиты ипотечников. В своих работниках они ценят не кредиты, а трудовые качества. Выполнил свою работу, принес вклад в компанию. Компания заработала денег, он заработал денег. Человек, который болеет, бухает, постоянно какие-то проблемы у человека. Как бы ни прискорбно звучало, такие сотрудники... Долго не задерживаются. Да. Даже если у них есть ипотека. Екатерина Волкова, Константин Воробьев. Наше время.